Музыка Происходит по выходным дням и каникулам детки приходят. Приходят они с самого утра, с 10 утра и до 4 вечера они целый день со мной. Они помогают и убирать, и кормить лошадей, ухаживать, и чистят, и купают. Ну и ездят, тренировки тоже проходят каждый день. Учим, как одевать уздечку, как седлать, как правильно чистить, как правильно замешивать овес. Учим всему, абсолютно всему. То есть есть определенные лошади для новичков, на которых можем сажать детей, для безопасности. Каждая лошадь, она как человек. У каждой лошади свой характер. И чтобы найти взаимопонимание, нужно очень-очень постараться понять лошадь. Как она себя ведет, в каких ситуациях. Лошади, как и люди, они очень много всего боятся. И поэтому нужно понять, что они боятся, чтобы не причинять дискомфорт. Мавр, он у нас уже взрослая лошадь, вот, и такая с чувством достоинства. С ним нужно аккуратно, на равных, не как с ребенком, и никаких как бы ему приказаний ты дать не можешь. Он понимает, что как бы я тебя старше, и если ты начнешь там мной потыкать, то может и дать тебе понять, кто тут кто. Мы сюда приходим, чистим наших лошадей, чтобы они выглядели хорошо, проверяем, нет ли у них каких-то царапин. Вот, потом мы надеваем на них вот уздечку и седлаем их. Подходим мы спереди, берем повод, затягиваем и внутренний, и внешний. То есть внутренний для того, чтобы она не ушла, а внешний для того, чтобы она не повернулась вокруг вас. Затягиваете левую ногу сюда, ставим в стремя. Беремся за гриву, делаем толчок, и мы уже в седле. Повод тоже держим, в кулачок, в мизинчик выкидываем. То есть это правило, которое все всадники используют. Управляем лошадью. Повод есть левый, есть правый. То есть управление. Движения должны быть мягкими, но не резкими. То есть это идет давление на рот лошади, ей не больно, но она понимает команды. Очень частая ошибка у детей, они на повод переносят свой вес. И когда едешь рысью, нужно приподниматься, называется облегчаться. Детки часто ножками плохо держатся, и весь вес передают на повод. И соответственно идет давление в рот лошади. То есть это тоже причиняет дискомфорт. Наверное, для детей проблема, эти мышцы внутренние, в основном их не накачаны. Но в принципе это неудивительно, потому что их нигде, кроме верховой езды, ты их не накачаешь. То есть даже в спортзале нет такого тренажера, который работает именно эти мышцы. Поэтому сначала обучаем без рук. То есть лошадь бегает по кругу, стоит внутри человек, а ребенок ездит, то есть только ногами держится, без повода. Обучаем, то есть самому основному равновесию, чтобы лошади было комфортно. Для деток, в принципе, как и основной спорт, то есть накачиваются и руки, и держатся равновесие, и выравнивается спина. То есть нету сутулых, как бы, ну, то есть низколеза. Ножки тоже накачанные, учишься держать равновесие, баланс. То есть как и в любом спорте, я думаю, это общеразвивающее такое занятие. Редактор субтитров А.Семкин